Я тоже не смогла пройти мимо такой популярной аквариумной рыбки, как гупи. И сегодня я хочу вам не только показать, какой вид я купила, но и рассказать 10 неочевидных фактов об этой рыбке. Своё название эти маленькие аквариумные рыбки получили в честь их первого открывателя Роберта Джона Лехмера Гупи. Именно он обнаружил необыкновенных рыбок в Тринидаде в 1866 году. Но позже было обнаружено, что эта рыбка была ранее описана в Америке. Однако название Гупи остаётся широко распространённым. Так Ладе в 1866 году он заявил, что бывают рыбки живородящие, а не только икромечащие. После этой фразы мистера Гупи подняли на смех. Все рыбы мечут икру, это известно даже самому глупому рыбаку. В 1976 году на борту орбитальной станции Салют-5 Гупи совершили космическое путешествие и успешно вернулись на Землю. Эксперимент показал, что несмотря на стресс, жизнь продолжается даже в холодном космосе. Рыбки хорошо питались и даже дали новое потомство. О красочных малышках Гупи знает весь мир, кроме Антарктиды. Гупи прекрасно приспосабливаются к любым ручьям и прудам, но предпочитают спокойные места быстрым рекам. Каждая рыбка Гупи уникальна. Ни одна из них не имеет в природе идентичную копию. А также рисунок на теле и плавников у каждой рыбки настолько индивидуальный, что его можно сравнить с отпечатками пальцев. Обычно в природе самцы отличаются большими размерами по отношению к самке того же вида, но у рыбок Гупи все наоборот. Зато мальчик, который немного меньше самочки, имеет более выразительный и шикарный хвостик. Еще недавно самки были вовсе непримечательными, но теперь и они могут похвастаться симпатичными яркими хвостиками. Правда, из-за того, что стали выводить новые необычные породы, Гупи стали менее холодноустойчивыми и выносливыми. А рыбки, которые выведены в неволе, несколько больше по размеру по сравнению со своими сородичами, которые живут в дикой природе. Возможно, регулярное питание, организованное человеком, способствует этому процессу. У рыбок Гупи есть удивительная особенность, придающая им сходство с людьми. Это одинаковый набор хромосом. 23 пары. И в природе, и в аквариуме Гупи чувствуют себя комфортно, когда рядом есть группа такого же вида. Так проще добывать пищу. Они мирные и прекрасно ладят с другими рыбками. Самцы имеют привычку щипать других мальчиков за хвост, ведь самый шикарный хвост должен быть только у него. Кстати, такие шалости они проделают не только сородичами, но и с другими видами, которые отличаются шикарными плавниками. В зависимости от температуры беременность самки Гупи составляет 21-40 дней. На свет мальки Гупи появляются уже полностью сформированные. Эти крохи начинают свою жизнь как миниатюрные взрослые рыбки, а вырастают к 3-4 месяцам. В зрелом возрасте их максимальный размер составляет 6 см. А в вашем аквариуме жили когда-нибудь Гупи? Если да, обязательно напишите об этом в комментарии, и заметили ли вы какие-то особенности и тонкости при их содержании. Редактор субтитров А.Семкин